здрасте первая часть уже на канале то есть вам желательно все таки ознакомиться сначала с ней чтобы быть материале и сейчас просто будет самый консенсус этой ситуации мы увидим изделие которое я сделал уже в полной красиво уже смонтированную такую всю величественную прекрасную и конфуз который произошел на этом мероприятии поехали ну что предстоит переставрация небольшая конечно но все же такие задачи ставятся передо мной не так часто если честно то не так страшен черт как его молю больше было визгов чтобы полностью поправить изображение мне понадобилось меньше получаса я посчитал что больше лаком перекрывать не буду на мой взгляд и так краска держится вполне надежно да и разница в блестючести зон мне тоже по душе ну вы поняли о чем я лак отблескивает акриловая краска не совсем такая более матовая и вот эта разница есть прикольно смотрится объект создан пора собираться это уже не первый мой объект который я собственноручно куда-то везу я уже определился с размером чтобы подмышечку залезал чтобы рука у меня было все нормально удобно больше уже когда делаешь возникают проблемы тебе нужно или мутить транспорт это дополнительные траты либо ну мутить транспорт то вопрос типа или на халяву кого-то попросить там рамочи например либо такси заказывать поэтому решил принципе она большая да по торсу так вот разобраться ваш башка больше чем обычная голова куда больше лупить куда этот гигантизм вообще впихивать зачем он нужен давайте оставим все как есть вот как бы такой форматик у меня тем более на как видите разбирается руки можно сложить а я так и сделал кстати их сложил аккуратненько все обмотал и она такая компактная стала удобно хули я тупо замотал все крафтовой бумагой хоть расстояние до клуба не маленькая в надежной упаковке я не нуждаюсь что в автобусе что в метро я спокойненько сижу и она стоит ряд у нас насти пришла идея сделать такую арт-зону где художники будут во время ивента рисовать у меня сразу пришла в голову идея типа граффити тем более уличная тематика там можно было внедрить как бы этот уличный стилек все было бы хорошо и все как бы шло гладенько я долго конечно это все происходило но я вымутил 30 банок спонсорской краски от артона там под самый конец уже они как раз одобрили все в общем краска есть художники я ребят попросил которые организовывают фестиваль мостик они тоже там граффити команда вот у них есть свой состав я их им предложил типа они согласились все художники есть сходится понимаете вот эти вот маленькие детальки они все в одно вот так скапливаются это коп потянул тут потянул тут потянул и получается картина такая уже общая мне так это нравится пиздец в общем я прям кайфовал так серьезно к этому отнесся настя купила большие обои пиздатые несколько рулонов такие прям прорезиненные пиздатые в общем они были по цененные но по качеству отличные то есть они бы не пропустили краску краска бы держалась все хорошо все сходилось в общем высоту полотен выбрали в два с половиной метра крепили на строительный степлер на скобы кстати охуенная вещь местами очень даже выручает кладем обои в нахлёст и в стыках проклеиваем двухсторонним скотчем короче всего капитально обоев хватило даже с запасом все все рассчитали прям так как надо вот как я люблю с не тютелька в тютелька с запасом пораньше хоть я и проебался немножко с монтажом на один день но ничего мы все успели все классно пока туда-сюда уже стемнело пора собирать нашу красавицу и вешать ее на свое законное место прикол в том что к рукам мы прикрепили специальные треугольные платформы чтобы задать угол расположению рук смотрится в разы интереснее нежели тупо прикрепить к торсу в одной плоскости если делать все по уму и предварительно просверлить отверстие то все детали встанут точно на место и ничего не треснет я по-другому уже не делаю кстати прошли те времена когда все мутилось наскоком теперь все с толком с расстановкой и сейчас начинается самое интересное я созвониваюсь с ребятами они уже едут все хорошо где-то наверное два часа до открытия звонит настей говорит что граффити здесь не будет рисовать никто не будет я такой а что случилось почему оказывается договоренность которая была утверждена с менеджером клуба короче начнем с того что у них два менеджера дневной и ночной разговор шел с дневным менеджером вроде как с ним все устаканили пришла другая женщина такая леди димитреско там в шубе пиздец говорит вы что с ума сошли вы нам все декорации испортите вы такие да какие декорации прорезиненные обои все в пленочке еще пленка такая укрывная чтобы можно было все защитить декорации но вы видели честное слово я понимаю конечно стиль все дела я не претендую я кто в этом вообще такой чтобы усомниться в работе дизайнеров клуба но это блять гнилые чуть подкрашенные доски советские какие-то в общем ладно ладно я уже придираюсь но суть в чем нам не разрешили потому что есть опасения что маленькие капельки краски маленькие капельки краски от банок попадут на забор и тем самым испортит внешний вид клуба в общем такая тема пытались как-то это все утрясти ничего не получилось все наотрез запрещено запрещают нам рисовать снимаем обои демонтаж зоны я в ахуе ребята уже едут я думаю блять у меня обязательство перед артоном ребятам сейчас это все рассказывать короче словил небольшой такой тильт но потом понял что что не делается все к лучшему так что в общем тема такая обширная и я не хочу сильно мусолить и растягивать предлагаю знаете что подрубить прямой фирм стримчанский в эту субботу и поговорить на эту тему поподробнее если у вас какие-то вопросы есть порассуждать я поною там прикинем в общем хуй к носу как говорится вот а тут уже без вариантов все как бы чуваки приехали я им это все объяснил говорю ребят извините так то так то но они с пониманием и тут что у меня на самом деле успокоило что ребята с пониманием отнеслись к этому все хорошо ну в общем пацаны походили немножко посмотрели и решили скипнуть честно я их прекрасно понимаю представляю когда ты едешь заряженный поработать и тут неожиданно все обламывается главное свою повесил блять с моей тоже история и и не разрешили я говорю давайте просто на саморезике аккуратненько и и присверлим к этому паркету нельзя это декорации клуба то есть паркет гнилой уже от него части отваливаются его нельзя трогать нельзя но уже слишком поздно давать заднего и ситуации нужно было выходить в любом случае другими словами нам ничего не оставалось как принять условия клуба так ну что где он там если что потом саморезы и вообще все мои инструменты еще потом гримёрчик принесли пришлось короче там на костылях какую-то стяжку капроновую нитку в подвешенном подвесить ее там присверлить затылки дырку саморез мандалы вообще на специальную такую монтажную ленту прикольно кстати вообще выручает для ивентов на временные какие-то крепления охуенная вещь я для себя две вещи охуенный открыл это вот эта лента и второе это такое автономное освещение такие светильники диодные три мизинца и у тебя просто крепишь куда угодно то есть у них есть что еще штатная наклеечка она сейчас уже сорвалась но это как бы не проблема на ту же самую ленту и можно спокойно зафиксировать короче летний вариант отличный и на дерево можно и как угодно здесь еще дополнительные крепления есть можно тут на веревочку наверное но в общем придумать можно прикол ходить прикол хозить можно я к тому что обратить внимание я допустим полюбил короче ничего унывать до граффити перформанс отлетел но у нас еще заряжена крупноформатная каллиграфия ну и про свою работу не стоит забывать идея образа заключается в том что наша дива держит мандалы в подвешенном состоянии они как будто левитируют у нее в руках за счет внутренней энергии такая тема самое интересное каллиграфиста кота оставили игру ну я просто не стал ничего говорить то что не дай бог еще его снимут о чем думаете каллиграфия это такой экспрессивный способ нанесения изображения что там краска летит просто во все края света мы сделали ему такую капсулу из этой пленки в общем худо-бедно ничего не извозюкал там но сам факт в том что я уверен на сто процентов что пацаны не капельки бы краски не оставили ни капельки ну ладно это я опять начинаю бомбить это оставим на стрим а вот у кота дело пошло я рад что хоть у кого-то получилось реализовать затеянное кстати каллиграфия кота у меня их подвальчики есть было дело как-то в гости заезжал я поэтому собственно его и позвал хватит краски уже 23 00 двери открываются и гости постепенно начинают прибывать сначала показалось что народу не так много но это было первое обманчивое впечатление на самом деле в тот момент на улице стояла огромная очередь просто тогда был довольно душный фейс контроль в целом было неплохо хотя на мой взгляд мутобор а точнее завод на территории которого организовался этот клуб именно завод своей инфраструктурой не совсем подходит в роли места где проводятся ивенты на 1000 плюс человек объясняю всего 5 или 6 санузлов на такое количество человек это смешно постоянные очереди плюс если кто-нибудь туда зашел и отрубился то это минус одна кабинка дальше тесные коридоры по которому нескончаемым потоком проходят люди такого рода вещи хотя даже несмотря на все это изучать локацию было интересно порадовали кстати новые работы в галерее или они старые я просто их раньше не замечал и вот так вот ходишь вдоль всех этих полотен и периодически натыкаешься на разные прилавочки со всякими интересностями в этом заключается сильная сторона сказки один и тот же маршрут можно проходить не единожды интерес не угасает так как то и дело подмечая что-то новенькое отдельно хочу поблагодарить ребят из мастерской ароматов великан провели нам бомбический мастер-класс замешали мне аромат прям то что я хотел причем я на словах объяснил и бац стопроцентное попадание с первого раза ссылочку на их сайт и vk я оставлю в описании кто интересуется посмотрите обязательно интересный не успели оглянуться а тут уже и утро накатило пора двигаться ближе к дому если честно на мой взгляд мотобор при свете дня намного интереснее можно более детально рассмотреть отголоски советского прошлого плюс на моей памяти это единственный клуб где на полном серьезе есть свой костровой и вечерами можно погреться у открытого огня устроившись на диване по-моему неплохо настоящая роскошь для москвичей в общем это вся история которую я хотел поделиться с вами прошло время я это в голове немножко подсобрал вот сейчас выложил вам на суд ну как сказать просто для размышления для меня было важно это высказать мне просто сидело внутри мне хотелось это проговорить может быть как-то по полочкам все в башке расставить я не хочу унывать не собираюсь это этого делать я считаю что прыж что происходит в жизни она куда-то идет куда-то вот все-таки подруливает нужную сторону поэтому я уже давно перестал как-то душиться по этому поводу думать что вой блять в жизни не складывается все не так все складывается так и поэтому нужно просто время посмотреть куда это все выглядит я уверен что будет все очень неожиданно и интересно поэтому давайте посмотрим поживем еще немножко посмотрим что будет ставитесь на канале подписывайтесь если здесь первый раз мне было бы приятно если бы поставили лайк и комментарии видосик немножко бы поднабрал в статусе в своих каких-то оценках для ютуба от этого напрямую зависит рост канала и мои дальнейшие перспективы поэтому если вас не затруднит лайчоночек и комментарий было бы заебись на этом все до свидания а а